Дорогие, всем привет от Scrubber на связи и сегодня топовый смартфончик, настоящий король современности и флагман теперь не нужен. За эти деньги вы получаете идеальный смартфон на идеальной оболочке, о чем идет речь сейчас узнаем. Ну и если ты до сих пор еще не подписан на этот канал, то я прям категорически призываю тебе подписаться, поставить лайк по этому видео и обязательно сделать репост. Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Итак, это Эд, у нас немного времени, поэтому понеслась. Подготовьтесь к восстанию среднего класса, ведь OnePlus Nord 3 вступает в игру. Это новое творение OnePlus, истинный герой в битве за смартфоны среднего уровня. Итак, рассказываю о характеристиках нового короля. Экран 6,73 дюйма, он создает великолепное визуальное впечатление, делая его более просторным и захватывающим. Этот дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR 10+, это очень хорошее соотношение цены и качества за этот экран. 1000 Гц это тачскрин, который вытаскивают. И здесь, друзья, кстати, очень интересно, защитное стекло Dragon Trail, если мы говорим об экране. А на задней части корни Gorilla Glass 5 поколения. Это уже более привычная комбинация. Все это делает смартфон идеальным решением для тех, кто любит визуально красивые штучки. Тонкие рамки и закругленные края, которые создают эффективный и флагманский внешний вид. Все это касается передней части смартфона. Далее поговорим о производительности. Здесь она не менее важна. Dimensity 9000 это основной камень этого смартфона. По производительности примерно как Snapdragon 8 Plus первого поколения. То есть производительный, мощный. В Antutu примерно набирает 1 миллион баллов. По оперативке насыпали неплохо. 16 ГБ оперативки, LPDDR5X, 256 встроенные. Есть, конечно же, и другие варианты. По производительности будет уничтожать очень много конкурентов. Но если вы не майните биткоин на смартфоне, то миллион баллов вам, друзья, за глаза на лет 5 хватит. А если вы все-таки майните и не посмотрели мое новое видео на этом канале, то обязательно посмотрите, я рассказываю, как манить на смартфоне. Далее камера на 50 Мп от компании Sony IMX 890. Отлично, оптическая стабилизация присутствует. Точно такой же датчик стоит на OnePlus 11. И салфачок здесь на 16 Мп. И, конечно же, есть и другие камеры. В целом, за эту цену это самый лучший датчик, который вы можете себе позволить. И салфачок на 16 Мп. Батарея на 5000 мАч. Отличная, стандартная, мощная. Вы меня спросите, а есть ли здесь быстрая зарядка? Конечно же, друзья, есть на 80 Вт. Примерно за 30 минут заряжается смартфон до полного. И, как вы, наверное, знаете, кроме операционной системы Android 13 и собственной оболочки Oxygen OS 13 версии, у OnePlus есть еще одна особенность. Это ползунок переключения. Да, он также есть в этом смартфоне. И настройки дополнительных функций вам гарантированы. Я, кстати, его выставлял на своем телеграм-канале. Ссылочки, друзья, будут в описании и в первом комментарии. Если не забуду, то я его обязательно прицеплю. Обязательно переходите на мой телеграм-канал. Называется AdScriber. Интересные покупки на Алиэкспресс. И там вы найдете все необходимое. Я, в том числе, выставлял этот смартфон за очень привлекательную цену. OnePlus Nord 3 – это мощный смартфон с впечатляющими характеристиками. Вот несколько причин, почему его необходимо купить. Он обладает большим размером экрана. 120 Гц. Хороший, отличный. Производительность 29 тысяч. На все задачи, друзья, за глаза и выше крыши. 8 либо 16 и обладает оперативной памяти. 128-256 встроенный. 50 Мп основная камера. 5000 мА баночка. 80 Вт зарядка. Кстати, даже в этом смартфоне есть инфракрасный порт. Отличное решение. Ну и, конечно, самый главный козырь этого смартфона – это, конечно же, его цена. На Алиэкспрессе, друзья, он продавался. И даже продается за 399 долларов. Друзья, за эту цену закрываем глаза. Идем в магазин и просто покупаем себе этот смартфон. Отличное решение на Алиэкспресс. И еще раз повторюсь, друзья, на телеграм-канале я выкладывал этот смартфон. Также по ссылочкам в описании можно его найти. Вначале продаж, как обычно, он будет дешевым, но потом постепенно станет дороже. Переходим к стандартной рубрике «Scribe News». Возвращение легендарного Honor 90 Pro. Недавно на китайском рынке была бы официально представлена серия Honor 90, продолжая наследие и успех предыдущей серии Honor 80. Эта новая линейка является последней новинкой в высококлассном сегменте рынка смартфонов. Серия Honor 90 предлагает потрясающие технические характеристики и инновационные функции, чтобы удовлетворить самые требовательные потребности пользователей. Поговорим о дизайне. Новые смартфоны премиум-класса серии Honor 90 обладают стильным и изящным дизайном, который приковывает взгляд. Одной из заметных особенностей является овальная форма модулей камеры, которые элегантно разделены друг от друга, создавая уникальный эстетический акцент. Этот дизайн получил название Dual Ring Design. Он вдохновлен миром моды и искусством создания украшений. Задняя панель выполнена из стекла и металлической рамки, придавая устройству привлекательный внешний вид и ощущение прочности. Вес всего 192 грамма, это кстати очень неплохо для современного смартфона, толщина 8,1. Дисплей 6,78 дюймов, это конечно же AMOLED матрица. Большое разрешение 1,5К, плавная прокрутка с частотой обновления 120 Гц, яркость 1600 нит. Шим затемнения 3850 Гц. О чем это говорит? Это говорит о том, что шима здесь не будет. Цветовая схема DCI-P3. В верхней части дисплея расположено отверстие в форме таблетки, в которой размещены две фронтальные камеры для селфи-съемок. Но о них, друзья, немного попозже. Вначале поговорим о производительности. Snapdragon 8 Plus первого поколения предлагает высокую производительность, отличные возможности для многозадачности. 16 гигов оперативки, 512 встроенной, конечно же есть еще и другие комбинации. Отличное решение, производительное, мощное, можно поиграть, мультимедиа, контент, создание и все остальное подходит для этого смартфона. Одним из самых основных преимуществ является его емкий аккумулятор на 5000 мАч, который позволяет использовать устройство на протяжении длительного времени без необходимости постоянной подзарядки. Но если вам нужно зарядиться и достаточно быстро, здесь есть быстрая зарядка на 100 Вт. Кроме того, Honor 90 Pro предлагает ряд других преимуществ, включая высококачественные фронтальные и задние камеры для захвата потрясающих фотографий и видео, поддержку 5G, ну и конечно весь функционал присутствует в этом смартфоне. Операционная система Android 13 и Magic OS 7.1, собственная оболочка поверх операционки. И все это, друзья, доступно прямо из коробочки. Bluetooth 5.2, далее поговорим о камерах. Honor 90 Pro предлагает потрясающую систему камер, которая позволяет создавать великолепные фотографии. На задней панели устройства установлена тройная камера, включающая в себя 200-мегапиксельный сенсор от компании Samsung HP 3 с широкой диафрагмой 1.9. Этот сенсор позволяет захватывать изображение с высокой детализацией, яркими цветами и широким динамическим диапазоном. Если вам нужно разнообразить фотосъемку, то здесь есть 32-мегапиксельный датчик и это телеобъектив с двукратным приближением, который позволяет снимать детали и сохранять качество изображения. А также он оснащен оптической стабилизацией изображения OIS, что обеспечивает более четкие и стабильные фотографии. Если вам нужны снимки в широкоугольном формате, здесь он тоже присутствует, ширик на 12 мегапикселей, диафрагма f2.2. Ну и коснемся передней панели, потому что здесь интересный датчик. На 50 мегапикселей это основная камера плюс датчик глубины на 2 мегапикселя. Основной объектив позволяет делать четкие детализированные селфи, а датчик глубины резкости помогает создавать красивые эффекты размытости фона. Очень интересное решение, выглядит по-новому. Мне очень нравится компания Honor. Красавчики, что они вернулись. Ну и в конце давайте поговорим о ценах. Итак, за все это хозяйство, комбинация 12-256, вам нужно заплатить 466 долларов. 16-256, 508 долларов и максималочка 16-512, 550 долларов. Ну что ж, цены очень даже адекватные и компания Honor вернулась на рынок. Красавчики. Далее немного поговорим о смартфоне IQ S12, что за зверь на минималках. На самом деле в сети был совсем небольшой слив и по факту, друзья, ничего особенного нельзя сказать об этом смартфоне. В сливе была очень интересная информация по поводу его процессора. Здесь будет Snapdragon 870. И вы мне спросите, Эд, вообще что такое и что происходит? Почему этот старинный процессор установлен в этом смартфоне? Сейчас, друзья, по порядку все объясню. Хотя Snapdragon 870 является процессором предыдущего поколения, он до сих пор является мощным и способным обеспечивать высокую производительность, отличным процессором. Одной из возможных причин выбора Snapdragon 870 для этого смартфона может быть баланс между производительностью и стоимостью. Все это, соответственно, сделает смартфон более доступным. Обеспечивая высокий уровень производительности, это позволит смартфону работать плавно и эффективно в повседневных задачах, включая многозадачность и использование приложений. Кроме того, установка процессора предыдущего поколения может помочь снизить стоимость устройства, делая его более доступным для широкой аудитории. Напомню, что точно такой же процессор стоит на Poco F3 и в этом году, друзья, он очень даже неплохо отрабатывает. Нельзя сказать, что он подтормаживает абсолютно в порядке. Далее поговорим о дисплее. Дисплей 6,56 дюймов, Full HD+, разрешение, AMOLED-матрица, хорошее большое разрешение, 120 Гц, ну и основной датчик камеры на 50 Мп, также есть ширик на 13 и фронталочка на 16, батарея на 5000 мАч, быстрая зарядка на 44 Вт. По итогу, друзья, ждем этот смартфон, что он из себя будет представлять, пока что непонятно. Давайте дождемся релиза, и мне кажется, это будет одно из самых интересных, но в то же время и дешевых решений. Далее тот смартфон, который я лично с нетерпением жду. Redmi K60 Ultra получит экран 6,7 дюймов, это будет OLED-матрица, 1,5К разрешение, экран 144 Гц, что сделает этот экран одним из самых лучших, доступных, качественных и плавных. Самое интересное, это сердце этого смартфона, чип Dementity 9200+. Один из самых мощных чипов на сегодня, и в конфигурации 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной UFS 4.0, есть гарантия, друзья, что в Antutu он может выбить примерно 1 миллион 600 тысяч баллов. Ну и в этом случае майнить, друзья, биткоин очень даже на изи на этом смартфоне. Если вы не посмотрели, как можно майнить на смартфоне, то у меня, друзья, вышло видео на этом канале на эту тему. Далее операционка Android 13, MIUI 14, и питаться он будет от батареи на 5500 мАч, быстрая зарядка на 120 Вт. Ну что ж, с нетерпением ждем этого смартфона, потому что Redmi K60 Ultra будет на ультрах и, по сути, не будет иметь слабых мест. Также появились слухи и о другом ультра, это Xiaomi 14. Он наносит сокрушающий удар по вашему кошельку. Галактика свидетельствовала о возвращении Xiaomi, мощного джедая, мобильной инновацией. Ожидается, что у него будет два экрана, один спереди, другой сзади, который поможет снимать основной контент на основную камеру, не используя селфи. За счет этого, возможно, мы лишимся фронтальной камеры, и это будет свидетельствовать о том, что экран будет абсолютно чистый, без вырезов дырок и так далее. Классический, отличный чистый экран. По производительности, это мощный Snapdragon 8 третьего поколения. Насколько он будет мощный, пока что непонятно, но раздирать он будет всех и вся. Также в сети засветился один из рендеров, и на нем можно увидеть дизайн задней крышки. Некоторые назвали его «кошачий коготь», я бы назвал его «кошачья лапа». Если вы присмотритесь, на самом деле немного похоже. Все четыре датчика будут абсолютно мощными. Первый – iMix 989, дюймовая матрица, обеспечивая самую лучшую чувствительность у компании Xiaomi. Сверхширик на 50 мегапикселей, это же ультра, друзья, и телепортретный режим на 48 мегапикселей. Одна перископная камера будет дополнять вторую перископную камеру. Вместе с улучшенной камерой Xiaomi Mi 14 Ultra также предложит вам прекрасное качество изображения на своем экране и множество других функций, которые помогут вам создать незабываемые моменты и делиться ими с другими. Этот флагманский смартфон будет стоять на вершине инноваций и предложений от компании Xiaomi, продолжая впечатлять своей функциональностью и производительностью. На этом у меня, друзья, все. Если я вам чем-то помог, я этому очень-очень рад. Обязательно сделай репост этого видео. Отправь другу, свату, брату, акробату. Мне будет очень приятно. Конечно же, лайк влепи этому видосу. Но и до следующих видосов. Эд вернулся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok